Но детям, смотрите, когда полноценная семья, ребенок получает с двух сторон воспитание. Отец, он больше к проявлению в социуме. Мужская любовь отцовская, она условная. Отец всегда любит за что-то. Он не любит тебя, ну вот, ты диплом получил, он тебя любит. Пятерку получил, я люблю. На работу вышел, я люблю. Или вышел, да? А у матери материнская любовь, она безусловная. И поэтому, что бы ты ни делал, мать тебя любит. И поэтому мама отвечает за твои взаимоотношения в социуме с людьми. Если у тебя много друзей, скорее всего, у тебя хорошее отношение с мамой. Отец отвечает за взаимоотношения с социумом. Если у тебя с отцом все хорошо, то ты проявлен в социуме. И таких людей насдевают достигаторы. Это люди, которые чего-то всегда добиваются. Но очень страшные люди, когда перекосы. Когда ты, я достигатор-достигатор, но с людьми я разговаривать не умею. Оказывается, очень много людей, парней, которые зарабатывают деньги, там, там, миллион, два миллиона, три, а девушки нету. Раньше мне казалось, что есть деньги у мужчины, значит, появится женщина, она сама как-нибудь появится. Не появляется, оказывается. Эмпаты – это те люди, у которых материнская любовь, ну, которой много. И вот когда перекос в эмпатию идет, особенно у мужчин, да, это вот, знаете, такие… Это очень подлинненькие люди. Они не идут на явный конфликт, но они тебе в жопую иголку воткнут, и ты не заметишь, когда вообще это сделали. То есть они вот как-то вот так со стороны будут тебя колоть, но в явный конфликт не выйдешь, и ты не поймешь, с какой стороны удар и из-за чего. Это когда перекосы. А так вообще мы все, у нас и то, и другое, но просто смотрите, чего больше. Если не хватает достигаторства внутри, то надо его развивать. Но это взаимоотношения с мужчиной тогда. Если не этот, то к женщине тогда вернемся.